С марта этого года партия «Единая Россия» организует сбор книг на русском языке для последующей отправки в Луганскую и Донецкую Народные Республики. Акция «Книги Донбассу» является всероссийской и всё больше городов присоединяется к ней. Наш округ не остался в стороне. С 16 августа Центральная библиотека Красноармейска стала одной из точек сбора книг. Сейчас, когда русский язык возвращается на освобождённые территории, очень важно, чтобы любой человек из этих республик мог прочитать книги на русском языке. Поэтому я призываю жителей нашего города, жителей нашего городского округа принять участие в этой замечательной акции. За несколько дней здесь уже собрали порядка ста книг. Приносят разную литературу, даже целые собрания сочинений. Ребятам из трудовых бригад рассказали об этой акции, а некоторые из них даже приняли участие. Принесла книги классической литературы и литературы до школьников. Так как эти книги я уже изучила, я решила отнести их сюда, чтобы они не проставили своё время и нуждающиеся люди начали познавать много нового и интересного. По мере поступления книг их будут складывать и организовывать вывозы в местное отделение партии для дальнейшего отправления в ДНР и ЛНР. В Красноармейске принести книги в библиотеку можно в любой день, кроме воскресенья с 10 до 19 часов. Можно приносить книги из домашней библиотеки. Мне кажется, передавая книги из домашней библиотеки, мы делимся частичкой своей жизни, своего тепла. Понятно, что книги должны быть в хорошем состоянии. Представьте, что им предстоит долгая-долгая жизнь в библиотеках школьных и городских ЛНР и ДНР. В городском округе Пушкинске открыто три пункта сбора книг. Любой желающий может принести детские книги, учебники, художественную и научно-популярную литературу для пополнения книжного фонда библиотек Донбасса и освобождённых территорий. Мария Лихобавенко, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа.